Неудовлетворительно счел работу ряда чиновников глава республики Сергей Аксенов. Причиной стали цифры, приведенные на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Крыму. Ремонт дизель-генераторных установок практически не ведут. Их передача на баланс предприятия крымские генерирующие системы в график не укладывается. Подробнее в нашем материале. По информации заместителя начальника крымского главка МЧС Сергея Садыклиева, Более ста автономных источников питания из числа работающих на полуострове нуждаются в заводском ремонте. Но сами ремонтные работы ведутся крайне медленно. На Инкерманском заводе восстановлено только две установки. Две установки эти отремонтированы за какой период? Из скольки, которые нуждаются в ремонте? Всего на завод было поставлено 26 АРИПов. Две вот эти находились в ремонте, Сергей Ильич. 2022 ожидают и по сей день на площадке. Но если такими темпами будем ремонтировать, то к концу где-то 25 года мы их должны с ремонта забрать, я понимаю, да, то есть эти дизель-генераторы? Так выходит? Ко всему прочему застопорился процесс передачи установок на баланс крымских генерирующих систем. Предприятие должно было переоформить 950 автономных источников питания. Срок у вас какой стоит в данном случае по приемке на баланс? Какой? 26 января? 29 января был срок. Должны были закончить? Мы должны были принять на баланс. Сегодня у нас число? 11 февраля. Сегодня у нас 11 февраля? Уже, по-моему, вы, Игорь Алексеевич, выпали с этой... Извините, я... 18 февраля, да. 18 февраля, да. Ну, как бы, уже прошел еще месяц до этого, так, а что, процесс не движется получается? Я не пойму. Исполнители расслабились несколько преждевременно, заявил Сергей Аксенов и поручил немедленно провести служебное расследование по факту неисполнения поручений штаба. До нуля часов мне на стол справку по поводу того, на каком основании не выполнен срок поручения, кто виноват, кто кому там что передает, выяснять, между кем идут выяснения. Это что за чушь такая? Почему в данном случае из 26 дизель-генераторов два только отремонтированы? Друзья, вы чего? Учитывая, что в новый курортный сезон Крыму предстоит вступать еще в режиме чрезвычайной ситуации, санаторно-курортному комплексу предстоит поработать над бесперебойным энергоснабжением. Мы довели до сведения всех руководителей санаторно-курортных учреждений, что им необходимо будет сделать план энергосбережения, поставить ответственных. Мы должны вместе с муниципалитетами смотреть его реализацию и мониторить, потому что до начала курортного сезона эти мероприятия должны быть сделаны. Минкурортов и Минтопэнерго должны представить к 1 марта совместную дорожную карту по бесперебойному питанию во время курортного сезона. Алексей Щербакси, Тмимед Кукчиев, Время новостей.